Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги, ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде, например, в FB2 формате. Приятного вам прослушивания! Как хорошо, что освещенный зал, потому что я как-то выступала в темном зале, и это ужасно, потому что я обычно ловлю лица и глаза, и тогда получается. Если ты никого не видишь, то ничего не получается. Спасибо вам большое, что вы столь поздно все собрались. Видит Бог не моя вина, потому что тогда, когда это назначалось, ничего не было известно про эту медаль, уж тем более не было известно, что я там... То есть я знала, что университет Петербургский меня подал, но это и все. Разумеется, ни числа, ничего не было. В общем, такой бурный день, то, что называется. Хорошо, давайте тогда начнем. Наша лекция называется «Творчество и мозг», если я не ошибаюсь. Но я сознательно сделала здесь такую игривую надпись, которая к тому же не очень видна, но это отчасти сознательно. Она называется «Фуэте фонема формула фотон». Это я исходила из того, что все на букву «Ф», то есть не без пижонства. А намекаю я при этом на то, что мы люди живем в мире, который не только физический. Я понимаю, что это звучит как тривиальная вещь, но для меня она почему-то перестала быть тривиальной, потому что вся наша цивилизация построена вовсе не на том, что мы поедаем растения или животных, а она главным образом построена на достижениях цивилизации, основанной на символах. То есть это литература, музыка, математика, я не знаю, натурфилософия, а потом просто философия и так далее. А это все нематериальные вещи. Другой вопрос, что они в материальные вещи превращаются, если повезло. Вот, например, на этом награждении там один был такой момент смешной. Я сидела так, что там не с кем мне было посмеяться, но одна из номинаций была за налаживание производства в Российской Федерации мраморной говядины. То есть у меня просто все зашлось там. Вот, но я ничего не имею против мраморной говядины, но просто вот как-то ты не ожидаешь. Вот такого хода ты никак не ожидаешь. Но это потому, что Академия наук влила в себя, как вы знаете, сельскохозяйственную академию. Ну и дай им Бог здоровья, пусть готовят это все. Но я к тому говорю, что мраморная говядина, так сказать, это одна история, а математика, физика, музыка и язык, о чем я и буду говорить, это другая история. И я напомню вот какую вещь, я просто не знаю, кто что видел, кто что слышал, естественно, но я в какой-то, ну много раз в разных местах говорила следующую вещь, что со мной происходит, на меня падают книги, короче говоря. Они любят упасть, да, с полки и очень удачно открыться. Я без дешевой мистики, я, вот это не моя территория мистическая, но факт есть факт, что несколько лет назад на меня дома рухнула книжка, она меня не убила, потому что она такая тоненькая в мягкой обложке, это первое издание рефлексов головного мозга, Сеченова, ну и старая желтая книжечка такая. И она просто дивно открылась, вот так. И там было написано, ну я не цитатна, но идея такая, что мозгу все равно происходят какие-то вещи на самом деле, он об этом думает или даже просто придумывает то, чего не было, или он об этом вспоминает. Поскольку я как раз стала такого рода вещами заниматься, я просто онемела, потому что Сеченов не мог знать этого. Не было никаких приборов, которые могли бы зафиксировать то, что происходит у человека в мозгу. То есть он это просто сказал, но поскольку вот гениальные люди, вот они говорят нечто, а потом глядишь и подтвердилось. Я почему это говорю? Потому что если мы будем фиксировать то, что происходит в мозгу с помощью современной мощной техники, то реально видимые объекты, как вот, например, я смотрю на вас, вы смотрите на меня, и мы будем фиксировать, что в голове происходит, или, предположим, я спячу, да, вот сошла с ума, у меня галлюцинация, и вот здесь вот ходит 8 чертей зеленых, вот такого размера. И эти черти, они дадут такую же картину в мозгу, как если бы они были на самом деле. Вообще на ночь лучше об этом не думать. Нет, ну вы вообще представьте, что это значит. То есть какие у меня есть основания доверять миру, который поступает ко мне в мозг через уши, глаза, нос, кожу, ну, в общем, через все органы чувств. Ну вот какие у меня есть основания доверять? Если мы берем человека, у которого мы знаем, что у него галлюцинации, да, и он говорит, вот я этих чертей вижу, а я, поскольку лучшие годы жизни в сумасшедшем доме провела, то я с белогорячечниками многократно беседовала. И говорю, я-то их не вижу, поэтому вы мне расскажите, пожалуйста, они какого размера? Он говорит, ну вот такие, ну хорошо, такие. Я говорю, а пахнут серые-то? Должны же пахнуть черти. Ой, такой запах мерзейший. Говорю, серые пахнут? Ну и не только серые, вообще грязные, немытые, жуткие. Я говорю, а у них эта поверхность какая? Да вот потрогаешь там, это шерсть такая, она липкая, мерзкая. А говорю, говорят, говорят, а что говорят? А говорят, ты ничтожество, и напрасно тут на земле место занимаешь, ты бы выпрыгнул в окно. Итого, зрительные ощущения имеются, слуховые ощущения имеются, тактильные, шерстко-отвратительные имеются, и слуховые имеются, и запах, то есть вся гамма чувств. Поэтому любой психиатр, не знаю, есть здесь психиатры, но любой психиатр вам скажет, что убеждать пациента в том, что все, что он рассказывает на эту тему, что его нету, это пустое занятие, потому что для этого человека это есть. Если мы будем фиксировать, что происходит в голове у человека, у которого слуховые галлюцинации, то, что называется голоса, то мы увидим, как работают те зоны мозга, которые обеспечивают поступающую туда акустическую информацию. Чего себе! То есть мозгу, похоже, и действительно все равно. Почему, вот встает вопрос, кстати, о творчестве, это я так постепенно вхожу, почему мы страдаем или веселимся, когда мы смотрим фильм или спектакль? Ну, вот в сельском клубе висит простыня, на ней, значит, бандит убивает невинную девушку. Все рыдают. А что рыдают? Простыня, на ней блики. Ни девушки не было, ни бандита не было, никто никого убил. Но для нас произведения, ну, это я так рассказываю ёрнически, но произведения великого искусства, они для нас нисколько не менее, это минимум, что я могу сказать, а часто гораздо больше, значит, чем события реальной жизни. То есть они нас пронзают там на всю жизнь. Вот возвращаясь к тому, с чего начала. Для нас сфера духовная не в каком-то таком специальном смысле, а духовная в противоположность материальная, вот не более чем это имею в виду. Она чрезвычайно важна, и, повторяю, вся наша цивилизация на этом стоит. Мозг как-то странно устроен. Мы могли бы подумать, хорошо, о других существ, населяющих нашу планету, что этого совсем нет. То есть что произошло как бы в антропогенезе, вот когда из них появились мы? Что случилось? Конечно, многие могли бы привести примеры, которые я тоже знаю. Это как птички дарят своим подружкам какие-то чуть ли не букетики, украшают гнёзда, и якобы у них есть чувство эстетического. На это я отвечу вот что. Мы понятия не имеем, что у них есть, потому что это закрытый чёрный ящик. У нас нет никакой возможности узнать, что именно они думают и видят, и слышат. То есть что видят их глаза и слышат их уши, мы можем, потому что у нас есть приборы и методы, это мы можем зафиксировать. Но это не больше, чем физические характеристики. То есть диапазон слуха у данной птички или у дельфина вот такой. У нас, скажем, такой, а у них такой, а у кого-то такой, а у кого-то такой. Это физические характеристики. Они ничего, ни про эстетику, ни про смысл, они ничего не говорят. Это децибелы или длина волны. Децибел превращается в музыку тогда, когда есть специальные уши. В том смысле, что даже не уши, а специальные мозги. Вот ещё раз повторю формулу, которую вынуждена всё время говорить. Мы слушаем ушами, но мы слышим мозгом. Мы смотрим глазами, но мы видим мозгом. Мы нюхаем носом, но нет такого глагола, но унюхиваем как бы. Опознаём этот звук мозгом. Мы чувствуем пальцами или там ногами, руками, неважно, кожей. Но значение этого появляется, если у нас есть здесь картина мира. Музыка не является музыкой до тех пор, пока не появляется подготовленный к этой музыке слушатель. В противном случае он слышит просто физические звуки. Это очень важная вещь. Поэтому, откуда вы можете сказать, откуда мы вообще знаем, как это музыка, не музыка. А у нас язык для этого есть. Мы можем друг другу про это сказать с большей или меньшей эффективностью. То есть есть вещи, которые не переводятся на другой язык. Так же. Так же. Никто не проверяйся. Продолжение следует...